Привет, друзья, с вами Флок. Наконец-то мы дождались все-таки серии в 20 минут. Это седьмая серия сериала Эскорт, называется Я хочу уйти. Вот это будет жесть в этой серии. Скорее всего, поехали смотреть на полный экранчик вам всем, чтобы было приятно. Возьми, пожалуйста, телефон. Да, кое-что. С городского херач. С городского херач. Прости меня, пожалуйста. Пожалуйста, я знаю, как для тебя это важно. Вчера кое-что произошло, я не успела к тебе навстречу. Ты-то мне вчера не отвечал, я подумала, что с тобой снова что-то случилось. Пожалуйста, 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 не лезь в это дело, ладно? Для тебя это просто так не кончится. Сара, это моя родная сестренка, родная, ты понимаешь? Понимаю. Если я не найду, кто это сделал, этого никто не сделает. Да ведь уже ничего не... Я понимаю, ты переживаешь, боишься. Поверь мне, все будет нормально. Кстати, в том телефоне, который я нашел, были два номера. Я хочу найти, кому они принадлежат. Ну, ты же только что говорил, что не будешь рисковать. Я не буду рисковать. Я просто отдам телефон полиции. Пусть сами пробивают, сами находят. Ответь, может, там что-то важное. Нет, это не важно. Мне, мне идти пора. Может, я провожу? Пойдем. Колема. Ты что, отведела? Адрес тебе отправлю. Клиент просит черную помаду. Я не пойду. Почему же? У тебя сегодня нет заказов, так что ты пойдешь. Нет, Клиент, я не пойду. Я не хочу. Послушай, мне надоело. Я хочу уйти. Милая моя, я знала, что ты созришь до этого разговора. Конечно, я тебя не держу. Правда? Клиент, я не ожидала. Клиент, я не ожидала. Клиент, правда, спасибо. Правильно. Конечно. Что не ожидала. Ты что думаешь? Я тебя просто так отпущу? Я в тебя столько бабок вбухала, а ты еще даже половину моих инвестиций не окупила, девочка моя. Ты хочешь, чтобы твои родители отвернулись от тебя, увидев, как ты трахаешься за деньги? То, что видел тогда твой отец, это так просто, чтобы ты понимала. Да, какая же ты сука. Сука, да. Возможно. Но я даю возможность тебе заработать и кормить семью. Откуда такая неность? Ты думаешь, ты смогла бы жить так же, как сейчас на зарплату у банки? Сомневаюсь. И еще. Твой отец давно уже сдох. Не смей мне говорить такие вещи, Калима. А то, что ты держала меня за дуру, думая, что я не знаю о ваших встречах с Муфтаром. Он никогда не бросит свою жену, она его все, ты понимаешь, да? Да. Все деньги, которые у него есть, это ее бабки. Я не знаю, зачем он ей нужен. И не знаю, как она еще не добралась до тебя. Ходит слушок, что она легко избавляется от любовниц. Она тебе еще деньги не предлагала? Да. А я тебя предупреждала. Целый год толтычила. Нельзя рушить семьи. Жены этих мужиков, таких как ты, никогда просто так не оставят, ты понимаешь? Не извиняюсь, остановлю. Ну, ну, дураку понятно, что это она с сынком, скорее всего, убили. Сестренку. Агиле. Ты плохо меня знаешь. Я готов бросить все ради меня. Наконец-то. Наконец-то ты созналась, что спишь с ним за моей спиной. Так, да? Ну, хорошо. В таком случае, ты вернешь мне все деньги за ваши свидания. И продолжишь работать на меня. Только я решаю, когда тебе уходить. Усекла? Ну, это хорошо, что ты сама пришла, все рассказала. А то наша дорогая Уизочка втихую хотела свалить. А теперь из-за всю жизнь со мной не расплатиться. И муж ее узнал, что она здесь далеко не бухгалтером работала. Что такое? М? Что? Больно? Слезами дело не поможешь. Ты должна мне пять лямов. Так что будь добра. Принеси до понедельника. Я тебя найду. Меня не колышет. Будешь пахать, как лошадь, начиная с сегодняшнего дня. Не забудь. Черная помада. Думай, Сара. Сара, думай. Сара, 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 думай. Ты бы купила для своей дочери куклу со шрамом на лице? Никому не нужен бракованный товар. Мы все думали, что она действительно там показала ей как... Блин, ну вы понимаете, да, о чем? А там шрам просто. То есть изуродовать себя надо. Ну, мне кажется, этим не закончится дело. Что это? Как? Как это вы думаете? Как ты думаешь? Как ты думаешь? Я чувствую тебя. Как ты думаешь? Жаным, блин, Жаным. Возьмели он их, Сара. Но только у него может взять, она их. Сар, прости меня, пожалуйста. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. И как меня раздражается эта твоя работа. Согласен, я поступил как животное. То, что ты сделал, ужасно. Я тебя люблю. Я все сделаю ради тебя. Любил бы, давно ушел от своей жены. Ты же знаешь, она может отобрать все имущество. У меня брачный договор. Он меня связывает по рукам и ногам. Мухтар, у меня появилась проблема. Что случилось? Это Калима. Она узнала, что мы встречаемся с тобой за ее спиной. И теперь хочет, чтобы я выплатила ей деньги до понедельника. Иначе он и все расскажет моим родителям. Сколько? Пять миллионов. Я дам тебе эти деньги. Спасибо. А что потом? Вот ты говоришь, уходи со скорта, уходи со скорта. А как? Расскажи мне. Неужели ты не понимаешь, что она меня просто так не отпустит? И просить нужно не меня, а ее. Хорошо. Я решу этот вопрос. Правда? Да. Не переживай. Слушай, помнишь, ты говорила, что видела меня, как я выходил ночью из гостиницы? Я действительно выходил тогда. Я ездил в загородный дом, чтобы вытащить из сейфа все документы. И оформить имущество на третье лицо. Ты все-таки был в том доме в ночью убийстве. Да, я просто забрал документы и все. Я же не знал, что там произошло. Я надеюсь, ты не думаешь, что я мог что-то совершить? Нет, я не думаю. Я просто... Все, Сара, не переживай. Решу вопрос с Колемой, я разведусь с женой. Все будет хорошо, только потерпи немножко. Ладно? Хорошо. Это дом, это дом сына твоего. Ну, это плестец, товарища. Так, давай подытожим. Тебе до понедельника надо найти пять лямов. Угу. И Мухтар тебе может в этом помочь. Но при этом он сейчас разводится с женой, чтобы быть с тобой. Но ты этого не хочешь. У-у. Ну, потому что полюбила Адиля. Да. Отказать Мухтара ты тоже не можешь, потому что тогда он тебе не поможет. А если он тебе не поможет, твои родители и Адиль узнают про твой маленький секрет. Как-то так. И еще ты подозреваешь Мухтара в смерти Айнуры. Типа того. Это, конечно, пиздец. Пиздец. Ты лучше мне скажи, что делать. А что тут делать? У тебя нет выбора. Тебе надо использовать Мухтара, чтобы отбиться от Колемы. И уйти потом к Адилю. Из твоих уст это так просто звучит. Во-первых, Мухтар этого меня никогда не простит. А когда Колема узнает, что мы с ним разбежались, она снова возьмется за меня. Тогда она рой компромат на Колему. И если она опять начнет тебе угрожать, угрожай ей в ответ. Ха. Ты плохо знаешь эту суку. Добром это точно не кончится. Тогда у тебя нет выбора? Иди, расскажи родителям о Диле. И надейся, что они тебя поймут и простят. Это вообще не вариант. Тогда решат тебе. Все, мне пора. Держись. У меня давно не было такой. У тебя явный талант. Все дело в партнере. А ты умеешь находить правильные слова? Я готов ко второму раунду. Что? А? А что не так? Да нет, это мило. И очень быстро. Мне кажется, что ты та самая. И я могу с тобой хоть всю ночь. Нормально. Служба такси. Здравствуйте. Слушайте, я тут недавно с этого номера заказывал такси. И помогите, пожалуйста. Не могли бы вы проверить последний адрес, куда заказывали с этого номера? Да, конечно. Секундочку. Спасибо большое. Вы записываете? Секундочку. Да, говорите. Улица Ладушкина, дом 14. Как? Улица Ладушкина, дом 14. Спасибо. А, девушка, тут такой момент. Я в тот день просто так изрядно выпил. И оставил свой кошелек, деньги все. А откуда я заказывал такси? Да, конечно. Грант отель премиум. Грант отель. Слушайте, это не адрес Лесары? Ага. Спасибо большое. Пожалуйста, вы хотели... Слушайте, это не адрес. Где-то адрес дома того. Рус, слушай. Не мог бы ты проверить, если тебе скину даты, камера внешнего наблюдения и адрес? Хорошо? Брат, очень-очень срочно нужно это вот по делу моей сестренке. Ах, ах, ах. Ах, ах. Ах. Альсара? Альсара? Ты не приболела? Да, вроде нет, все нормально. Доча, ты же знаешь, да, что ты мне можешь все что угодно рассказать. Я всегда буду на твоей стороне. всегда? Ах, конечно. Ты же моя дочь. Вы у меня самые лучшие. Я вами так горжусь. Что? Что-то не так? Я просто давно не слышала таких слов от тебя. Я люблю тебя, Жанну Слоу. Не переживай вообще ни о чем. Я вижу, ты устала. Иди спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи, маловочка. Я тебя тоже люблю. И я люблю тебя. Ну, они похожи вообще-то, такие актрисы. Очень похожи. Сейчас удалит это все. Рэй-рэй. 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 Сынок. Тебе нужно устроиться на работу. Хватит уже валяться дома. кстати я вчера поговорил с одним человеком он готов тебя взять к себе на работу я сам устроюсь на работу не хочу никуда не отказывайся ну хотя бы стреться поговори с ним хорошо хорошо алло алло здравствуйте да здрасте я извиняюсь за поздний звонок мы приходили к вам по поводу продажи дома я не помню все кто приходил можно с вами встретиться завтра да давайте завтра два я вам скину локацию что дальше так а дальше ты встретишься с ним он начнет тебя угрожать и под давлением ты расскажешь все как было что в тот вечер приходил твой отец и это он убил несчастную девушку и благодаря связям он замял это дело сынок сделай как я сказала мы с тобой давно это планировали и отступать уже нельзя каким бы козлом не был твой отец но он любит тебя и чтобы защитить себя он возьмет эту вину на себя и он 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 в и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вылиться внаружи... То есть узнают все в любом случае... И мать узнает... И Адиль узнает... Только я не знаю каким образом узнает... Но мне кажется не от нее узнает... Вот... Хотя если бы от нее узнали все... Было бы гораздо лучше... Ну как лучше... Просто если кто-то другой посторонний рассказывает... это прям будет вообще катастрофа хотя это и так катастрофа ну блин что уж поделаешь он друзья всем спасибо за просмотр с вами был флок всем пока давайте увидимся